веломонсера приветствует всех в этом сюжете воспоминания о старинных нагрузках а также мнение экспертов о проекте дуэнова сегодня мы не могли отказаться от предложения протестировать активную нагрузку 3000 ватт это новое оборудование закупленной компанией мы принесли туда свою батарейку и протестировали ее а также протестировали зарядное устройство коллег так внимание на экран эти придурки которые тут это они себя где-то там на сайте где-то вот мы там славянка этих команд шкондин и дюйвинов вот два вот они все кто вокруг них мощность равна ток умножить за это ток умножить на напряжение ну давай то есть у нас 12 вольт сколько мы с него можем например моментный ток взять 70 70 допустим ну ты 75 не возьмешь причем у 75 пишет нет это у тебя емкость а максимальный пусковой у него там до 500 это просто сегодня 27 октября веломастера находится у дуэновых мы сегодня тестируем аппарат активной нагрузки называется окип 13 81 дробь 2 это вообще импортный до аппарат под нашим названием как-то лучше сказать мы стерешно рассказать по сути фирма прист лепит свой свою торговую марку на прибор фирмы айтех айтех 85 16 c плюс ну в общем это активная грузка на 3 киловатта 120 вольт можно не подавать 240 ампер очень много тут характеристик заявленные режима тестирования аккумуляторной батареи режим постоянно динамический режим режим постоянной мощности сп режим постоянно сопротивление сера режим постоянной сс режим постоянно напряжение с в режим тестирования аккумуляторных были изменение напряжения изменения ток изменения мощности и так далее влияние цепи коммутации на поведение аккумуляторных батареи в общем 0 9 ампер часа она уже снялась поэтому объективно который почему при изготовлении батареи надо обращать не только на ячейки но и на коммутацию водные поэтому такие вот проводочки которые поставили считайте сколько мощности теряем тепленькие во всем этом хозяйстве тепленькая пошла прям забились в норку диванные генералы и вот они там все что-то командует вот как у нас это да да вот если можно сюда поставить еще 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 правее 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 о сколько градусов 40 градусов 49 то есть у нас сейчас нагревается я просто прокомментирую что происходит на бага нагревается кабель это полтора квадрата у нас подольский медный кабель который был куплен в мити на недавно и вот он сейчас нагревается у нас до 50 градусов при токе разрядки 25 ампер на постоянку вот так ребята ставьте толще чем толще и меднее тем классно это у нас наверно верху стоит бмс вот это бмс к и через бмс уже проходит изрядный ток и она уже нагревается да 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 ключи нагревается ухты класс мне уже нравится честно говоря действительно нравится 37 градусов а на батарейках и снимается 500 ватт с данной батарейки так ну вот мы настроились вот мы о мой палец попал вот это у нас бмс очка вот видите ребят бмс очка на у нас 40 градусов нагрета и вот это у нас элементы которые тоже вот видите уже нагреваются и температура их составляет те же 40 ужин не по мальской горячей бмс 47 а 47 не вот поправляет бмс очка 47 градусов сейчас находится элементы 40 ну 40 это в общем то нормально рабочий режим сергей неравномерно да все вполне но вот под бмс очки немножко саны чуть-чуть прогревается побольше да да а в дальнем это сам еще интересно ребят вот этот провод вот этот провод видите тоже нагретый его температура составляет 42 градуса это у нас провод подольский полтора квадрата вот нагрелся до 40 градусов и где у нас у нас значит 15.13 ампер часа вот у нас выдала эта батарейка это он я да то есть ее выключила бмс к внутренние ну что ж сработало приятно отлично вот значит реальной емкость батареи заявленное было 16 ампер часов реально 15.13 вот средствами объективного контроля да да вот у нас тут есть до кворум который подтвердит что до данные батарейка у нас на этом довольно точном оборудование емкость составила 13.13 ампер часа часть понятых и свидетелей не выдержала да да пошли кушать так что вот теперь мы уже реально знаем мы реально видели что внутри у нас греется какие проводочки нас тоже можно поменять и так далее то есть вот такой прекрасный стенд который позволяет протестировать реально протестировать любую батарейку в любом корпусе и понять что в ней так а что не так бомбарбия киргуду что он сказал сейчас мы протестим зарядочку от нашего форумчанина она у нас на 48 вольт 5 ампер то есть можно сказать что это для него так как он выдает постоянный топ 48 ампера для него 5 ампер это перебор он сознательно то есть это не то что ошибка блока это режим такой ну и все равно то есть вот на этих четырех амперах он держит напряжение 5429 да да то есть по сути дела полностью батарейку нельзя зарядить до таким напряжением или там будет другой режим аккуратный в конце он в конце у него там будет переходной режим а переходной переходной с режима стабилизации тока на в режим стабилизации напряжения и он догонит его напряжение маленьким током уже да да то есть она просто плавно догонит именно то нужного напряжения вот который 54 6 сколько на час можно посмотреть напряжение холостого хода 54 69 вот это его максимальные ну это нормально фонды принципе можем установить еще меньше ток например ну вот если он будет добивать там до 0 1 ампера сейчас еще 1 ампера вот так стоп не включил так вот у нас 0 на 0 1 вообще сказочно хорошо это отлично да сделаем вывод что данный блок вот этот от нашего форум чайна держит практически 5 ампер 4 и 8 десятых ампера и работает в общем-то в большом диапазоне напряжение зачетно кто хочет поработать сегодня начали разборку скутера ирбис который вернулся с франции сняли кожух сейчас дополнительно снимем кожуха пластик с него и заберемся вот до батарейки вот она стоит батарейка демонтируем ее посмотрим в каком состоянии сделаем из нее слепок ослограмму рентген вот подключим к аппаратуре отбалансируем ну в общем сделаем ряд нужных действий чтоб это все дело задышало если надо что-то поменять поменяем демонтируем